Если пришел в первом часу ночи домой пьяный от любовницы, а жена и теща делают вид, что ничего не произошло, значит еда отравлена, топор наточен, спать нельзя. Поспорили Картер с Брежневым, в какой стране чаще сексом занимаются, в СССР или в США. Соорудили прибор, который фиксирует каждый акт, разместили его на самолете. Летят над штатами, прибор пи-пи-пи каждую секунду. Полетели над Союзом, пи-пи, раз в минуту. Брежнев сидит грустный, валютой придется платить, вдруг прибор как сумасшедший. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Непрерывно, Брежнев смотрит в иллюминатор, над Артеком летят. Брежнев, ну пионеры, ну молодцы, всегда страну выручают. Вот такие вот пионеры были, не то что сейчас. В связи с глобальным кризисом из зарплаты кондукторов и водителей будет вычитаться плат за проезд во время работы. Бегут Петька с Василий Ивановичем в атаку. Петька кричит, Василий Иванович, вам штаны и пули сбила. Хер с ними, Петька. Да я про то же. По ссылочке вверху сборник анекдотов про Василия Ивановича и Петьку. Мужик решил купить жене подарок на день рождения. Заходит он в магазин и видит там навороченный утюг, о котором уже давно мечтает его жена. Так как денег на такой утюг у мужика нет, он решил его просто-напросто украсть. Но охранники его засекли и отволокли к хозяину магазина. Хозяин, человек с юмором, говорит мужику, ладно, сможешь донести этот утюг до выхода на своем конце, я тебе его дарю. Мужик собирает последние силы и дотаскивает утюг до выхода. Хозяин, молодец, утюг твой. Мужик приносит утюг жене, которая очень рада подарку, но в эту ночь не ложится спать вместе с ней, а ложится в другой комнате. То же самое повторяется на второй день и на третий. Так проходит несколько недель. Наконец жена решила проверить, в чем же дело. Она среди ночи входит в комнату мужа и видит, что он стоит перед зеркалом со спущенными штанами. На конце него висит гиря, а рядом стоят еще гири, 16, 24 и 32 килограмма. Жена, ты что делаешь? Не мешай мне тренироваться, нам еще и холодильник нужен. Вот до чего жадность доводит. Спасибо, что досмотрели, всем хорошего настроения.